Всем привет, меня зовут Маша, и в этом видео мы поговорим про фильмы, которые нам показывают работу моделей и изнанку модельного бизнеса. И первый из фильмов это будет старенький фильм Джия, я верно вы про него слышали. Я его лично обожаю, потому что я после этого фильма влюбилась в Анжелину Джоли как в актрису, она очень надалась этой роли. Я слышала, что она после этого фильма долго не брала новый фильм, потому что не могла отойти от своей главной героини. Она говорила, что продолжала жить, как будто бы в характере этой героини. Поэтому советую к просмотру. Вообще у всех фильмов показывается моделинг на сильно хорошей стороны. Я не знаю ни одного светлого фильма про модельный бизнес, разве что последний, про него мы еще поговорим. Он рассказывает, о фильме основанных на реальных событиях, он рассказывает про модель Джия Каранджи, которая действительно была такая невероятная история успеха и взлета по модельной карьерной лестнице. Она из Филадельфии. У нее из семьи рано ушла мама, поэтому она росла с отцом. У отца была сеть своих закусочных, ну таких дешевых. Вот, и она там работала мощницей посуды, и потом папа часто оставлял ее на самую главную в этой закусочной. У нее был довольно сложный характер, вы это увидите по фильму, она была такая вспалшменная, такой бунтарь по жизни, хулиганка, в ней очень много такой вот мужской энергии. Она была вот там, типа вот, ну берегу системы, так вызывающе одевалась. И, в принципе, по городу знали, что вот в таком-то месте, в таком-то закусочной работает красивая девушка. И однажды к ней приходит туда парень знакомиться, и он ей настолько понравился, что она бросает работу, бросает все и ходит с ним гулять по городу. Вот, вот что вам нужно знать про характер вот этой девушки-модели. И вот в моделинге самое важное, это удачное стечение обстоятельств. Вы кому-то понравились, вы были в нужное время в нужном месте, в нужное время с кем-то познакомились, и все, и ваша карьера может начаться очень стремительно и быстро. И также вот эта парочка. Они гуляли по городу, и именно в этот момент был фотограф, он гулял со своей женой по городу, заметил эту парочку, он хотел их поснимать. И прям сразу же Джи, она такая легкая была на подъеме, и сразу понравились те фотосессии, они поехали к нему в студию, пофоткались, фотографии были такие сенсационные, провокационные, сексуальные. И если для Филадельфии это было too much, и для отца Джи тоже было так too much, то для Нью-Йорка это было прям самое оно, и поэтому они с этим парнем приезжают в Нью-Йорк, и она воплощает свою мечту стать моделью. Она идет в самое крутое агентство, Вильямина. Я думаю, если вы смотрите мои видосики, вы знаете, что это очень крутое агентство. И она встречается с директрисой, вместе с другими девочками-моделями, и примечательно то, как она выглядит. На тот момент модели так не одевались. Если сейчас уже так более вольные модели себя чувствуют по дресс-коду, то тогда одеть там рваную футболку, мужскую кожаную куртку, у нее были там такие растрепанные волосы, она была без грамма макияжа, это был вызов системе. И да, директрис она была в шоке от ее внешнего вида, но она в ней разглядела потенциал, она увидела этот характер. И на самом деле, я думаю, что тут можно провести аналогии с реальной модельной жизнью, если мы будем совсем как все, мы просто сольемся, мы просто не будем заметными. И да, у всех моделей есть якобы рабочая одежда, я сама про это говорю в своих видео, вот это черный ток, черные скини, джинсы. И это классно, но я никогда не чувствовала в этой одежде себя собой. И мне и в Стамбуле, и в Париже, и в Нью-Йорке говорили, что вот вы должны одеваться так, покупали мне одежду, я так одевалась. Но ощущение как будто бы это просто стадо такое одинаковое. Все-таки очень важно хотя бы там носочками, хотя бы там какой-то необычной укладкой, прической, аксессуарами выделяться. Это очень важно. И возможно, именно благодаря тому, что вы будете выделяться, все приходят в черном, а вы приходите в малиновом, да, вас и заметят. Конечно, я там не говорю про какие-то важные кастинги, да, как действительно все-таки важна вот эта вот черный ток, черные скини, джинсы, да. Но где-то все-таки нужно показывать индивидуальность и выделяться. На самом деле фильм очень грустный, потому что там дальше девушка посаживается на наркотики, которые в модельном бизнесе очень доступны. Чаще все девочкам достаются бесплатно. Или вообще там девочка может не знать, выпить напиток, а туда что-то подсыпали. Мне это рассказали еще там в самой первой поездке в Нью-Йорк, чтобы я была очень аккуратна с напитками и на вечеринках. И вот фильм именно про это, он заканчивается довольно грустно, но поучительно в плане того, чтобы девочки были аккуратны с наркотой. Следующий фильм тоже основан на реальных событиях. Называется «Цветок пустыни». И он рассказывает про модель Варис Дирье и Сомали. История тоже очень-очень-очень сильной девушки. Фильм безумно грустный. Фильм рассказывает про вот эту девушку, которая в детстве еще в Сомали сделали обрезание женских половых органов. Это просто отвратительно, это жутко. Я даже не знала до этого фильма, что такое делают. И в 13 лет ее семья выдает замуж, родители. За мужчину, конечно же, намного старше его. Это просто ужас, боже. Сделали обрезание, в 13 лет выдают замуж. Это просто. И все-таки она решила сбежать. И она смогла сбежать в Лондон. Она пошла в миграционную службу, где помогали беженцам из Африки. Ей предоставили работу прислуги. Но, к сожалению, через какое-то время центр закрылся. Она бы осталась бездомной, безработной девушкой, если бы не одна девушка, которая приютила ее у себя и помогла ей. И она заметила, что Варис такая очень добрая девушка, такая простодушная. И она поселила ее у себя. И девушка нашла работу уборщицы, по-моему. Да, уборщицы в фастфуде. И так она там работала. И тоже по стечению таких удивительных обстоятельств туда заходит фотограф, который смотрит на нее, который хочет ее поснимать, который к ней подходит, знакомится. Та, конечно же, очень боится. Сначала пугается, сначала отклоняет его предложение, тот оставляет ей свою визитку. И дальше классная сцена, где вот эта ее ромейтка, соседка, помогает ей ходить на каблуках и всячески готовит к этому. Подталкивает, да, заняться модельным бизнесом. Ее карьера складывается вот так вот. Она очень быстро взлетает, нравится клиентам. Начинает зарабатывать много денег. Начинает взлетать сверху на пик популярности. И фильм заканчивается, на самом деле, очень хорошо. Он нас учит, как правильно этой властью, этой популярностью, этими деньгами распорядиться. Она была одна из первых девушек моделей... Не одна из первых, она была первой девушкой моделью, кто рассказал открыто, публично про женское обрезание. И публика была в шоке, потому что в Америке мало кто вообще знал, что такими зверствами занимаются. В Африке она создала свой фонд в помощи таким женщинам и потратила очень много сил и финансов на то, чтобы с этой традицией бороться. И это о том, как классно использовать свои деньги и власть. Ну, что мы видим, сейчас вышел новый фильм, там Гуччи, может, вы смотрели. Это пример, как неправильно использовать свою фамилию, благосостояние. Когда людьми управляет жадность, и зависть, и алчность, то это ни к чему хорошему не приводит. А такие благие намерения, как у Варис, они выливаются во что-то прекрасное. Я не знаю, правда, сейчас продолжать делать эту традицию или нет. Мне почему-то кажется, что уже перестали. Ну, я не интересовалась этим вопросом. Но однозначно, благодаря ее эффекту, благодаря ее влиянию, это стало намного меньше. Следующий фильм называется «Верушка. Жизнь перед камерой». Тоже основан на реальных событиях. Это биография модели Веры фон Лендорф. Она была из такой эритократичной и богатой семьи. Тут мы уже не видим историю, как девочка из маленького города становится звездой. Она уже родилась с этим ощущением, с благосостоянием, с деньгами. Но тут была другая проблема, что родители не хотели, чтобы она занималась моделью. Это тоже распространенная проблема, что родители против, родители пугаются, родители думают, что это проституция, что это наркотики. И где-то это так и есть. Но у Верушки другой пример, что она не скатилась до какого-то там разгульного образа жизни, до наркоты, алкоголя. Она использовала свою внешность, свой удивительно высокий рост, худое тело, чтобы запомниться фотографам. Она для многих была музой, у нее был свой неповторимый стиль позинга. И кто хочет улучшить свое позирование, кто хочет научиться позированию, то смотрите этот фильм, потому что она стала знаменитой благодаря тому, что делала там такой боди-арт на своем теле и прям сливалась с ландшафтом, с природой. У нее безумная грация. Я думаю, это еще идет от семьи. Когда ты рождаешься в такой влиятельной семье, то у тебя по-любому будет какая-то такая вот грация, красивая осанка, красивое там положение кистей, рук и так далее. И фильм поможет вам тоже найти какой-то свой стиль позирования и посмотреть, как позировала одна из там мус многих фотографов на то время. И следующий фильм будет самый неоднозначный и самый противный. Он называется «Неоновый демон». У нас в Одессе каждое лето проходит кинофестиваль, и я всегда старалась на лето вернуться в Одессу, чтобы попасть на этот кинофестиваль. И когда я слышала, что там будет какой-то фильм про модельный бизнес, я даже особо не читала рецензии, просто пошла, насмотрела. Вот, он оставил мне, конечно, такое мерзкое впечатление. Я бы его не хотела смотреть еще раз. Плохо помню сюжет, но вкратце расскажу. Потому что, в принципе, те, кто хотят стать моделями, тоже должны посмотреть и знать побочки моделинга, так сказать. Он, по-моему, 16-го года или 17-го, я уж точно не помню. Вот, но он не сильно старый, но уже и не новенький. Рассказывается тоже про девочку. Классическая схема. Девочка из маленького города, при Рот-Лос-Анджелесе, чтобы покорять модельный бизнес. Ей 16 лет, она снимает себе отель. У нее очень такая милая внешность приятная, она знакомится с двумя девочками в первый же день, тоже моделями и визажистом, визажисткой. Вот, и она не начинает свою дружбу, она начинает свой путь в модельный бизнес. И она тоже нравится фотографам, ее обидомбрют на съемки, она нравится визажисту. И тем девочкам говорят, что вот, посмотрите, там какая Эмми, по-моему, ее звали, главная героиня. Такая красивая. И те девочки, конечно же, начинают завидовать. Дошло до того, что там в какой-то сцене ее там поранили, поранила девочка. Вот, ну и в конце они со своей жадностью и завистью, не жадностью, но и со своей завистью не справляются. Фильм жуткий, фильм неприятный, там кровь есть, такие всякие сцены не сильно приятненькие, но показывают про такие человеческие стирты, как невероятная зависть. И она есть в моделинге, от нее никуда не деться, потому что ты живешь в апартаментах, где, может быть, там 10 девочек, и одна какая-то девочка очень много работает, понятное дело, остальные ей завидуют, что вот они сидят без работы, без денег, а там одна работает. Конечно, в моделинге на самом деле нет такого, что кто-то представляет стекла в туфли. Нет, это, я думаю, что уже стереотипы какого-то прошлой жизни. Сейчас уже, в принципе, девочки очень помогают друг другу и довольно доброжелательны, но все равно есть такое чувство, как зависть, алчность, недоброжелательство к девочкам, которые сильно там быстро продвигаются по карьерной лестнице. Вот, поэтому тоже он нежизненный, там все утрировано, но что-то в нем все-таки есть такое правдивое. Следующий фильм называется «Анна». Ну, конечно, больше боевиков, про шпионов, стрелялки, там все дела. Но именно в этом фильме мы видим много моментов из модельного бизнеса. Там снимается модель, кстати, Саша Луз, я думаю, вы про нее слышали. Она очень популярная девочка. И она как раз играет шпиона, который там нужно было поехать в Париж, соблазнить одного мужчину, но она как раз решила пробраться в Париж через моделинг. И там мы наглядно видим процесс скаутинга, как к ней подходят на базаре, в России, в Москве, как с ней знакомится скаут, предлагает ей моделинг, как ее возят в Париж, как она вот едет в Париж в первый день, приходит на первые кастинги, как она приходит на первые съемки, как она позирует, как она себя ведет там, как... Еще вторая сторона моделинга — это вечеринки, это нетворкинг, это знакомство с богатыми мужчинами, это тоже все есть в моделинге. В общем, фильм не про модельный бизнес, да, не об этом, это как второсюжетная линия, но тоже мы очень много чего можем почерпнуть из этого фильма. А другой фильм, прям я советую посмотреть каждой модели, начинающей, там уже работающей, это уже вот только про модельный бизнес, и он очень реалистичный. Он называется «Топ модель», фильм не новый, фильм, опять же, про ту же самую историю, девочка из глубинки, ей там пишет модельное агентство, предлагает сотрудничество в Париже, и она, конечно же, решает там бросить свой маленький город, свою скучную жизнь, своего бойфренда и отправиться навстречу модельной карьере. Классическая-классическая схема. У нее там парень в глубинке, они там первое время еще переписываются по скайпу, потом она его бросает, потому что на съемки влюбляется фотографа, с которым начинается роман. И эта история мне так напомнила меня, потому что я начала модельный бизнес, у меня были отношения в Одессе, мне парень сделал предложение, он был моим женихом уже, получается, и первую поездку четыре месяца он меня ждал, мы там переписывались, постоянно были по скайпу, а уже вторую поездку я поехала в Париж на полтора месяца, и я тоже решила в Париже его бросить, тоже хотелось вот как-то старую жизнь стереть, и начать все с чистого листа, и тоже наши отношения зашли в тупик, и я вот тоже выбросаю, и вот эта девочка тоже пришляет в Париж, и мне в Париже выбросают, и так символично было, я прям смотрела, такая, мне прикольно. Вот, и, конечно же, фильм показывает неприятную сторону модельного бизнеса, что случается с девочками-моделями, которые соглашаются на все без разбора. Очень важно все-таки иметь свою самооценку, свои ценности моральные, и не прогибаться под бизнес, и также поднимает вопрос, как можно стать моделью через постель, вот, и вот это, наверное, такие ключевые моменты. Фильм довольно драматичный, довольно тяжелый, в таких темных тонах, модель, главное героиня, она не сильно такая эмоциональная, такая холодная, мне не сильно нравятся обычно такие персонажи, я люблю более эмоциональных, но тут прям классический типаж такой вот модели с покерфейсом, так что смотрите обязательно. Еще один из классных фильмов Зуландер, он, конечно, больше про поржать, но я его безумно люблю, потому что, на самом деле, я вижу в нем очень много глубины. Это, конечно, такая сатира на модельный бизнес, на модели, что все они такие тупые, все такие какие-то поверхностные, любят там только безделушки, дорогую одежду, там вообще мозгов ноль, и такая сатира на вот таких вот моделей, там, кстати, про мужской модельный бизнес, потому что главный герой он мужчина, и он был номер один, а сейчас у него появляется новый конкурент, и он становится менее популярный, и фильм как раз, я вижу, поднимает тему кризисного момента в жизни каждой модели. Да, ты в какой-то момент растешь, 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 у тебя пик твоей карьеры, ты снимаешься, ты востребован, ты популярен, а потом ты падаешь, и это просто неминуемый процесс, потому что не может модели быть популярны пять лет подряд. Даже вот я смотрела интервью Naomi Campbell, как она плакала от счастья, когда после очень долгой паузы ее взяли сниматься для русского Vogue обложки, а она уже там просто несколько лет в Америке не котировалась бы как модели. И у таких моделей, как Naomi Campbell, тоже бывают периоды, когда нет работы, она неинтересна, она приелась, она уже была везде, ее не хотят, хотят свежие лица. Модель бизнеса это про то, что постоянно хотят новые, 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 новые лица. И как только старое лицо, быть у нас самое крутое, самое красивое, уже везде помелькало, оно надоедает. Вот. И как раз видео поднимает такую тему, как вот Зуландер, он понимает, что его смещают новые модели, более красивые, более успешные, более молодые. Он теряет свою популярность, он жалеет, у него кризисный момент, он жалеет, что так много времени отдал на моделинг, на какие-то пустые вещи, обложил себя красивыми, дорогими вещами, но они не приносят ему какого-то душевного спокойствия. И это о том, что важно не пропустить момент, когда заводить семью, когда заниматься чем-то еще, заниматься своим образованием. Это очень-очень важный фильм, который, надо посмотреть тоже каждой модели, потому что, ну, не надо смотреть на него поверхностно, типа, посмеялись, поражали и все. А он очень глубокий, на самом деле, если так вникать в суть и в эмоции, и в внутренний мир главного героя. И напоследок посоветую фильм «Девятый номер», о, «Сентябрьский номер». Это уже не про модели, это другая сторона бизнеса. Это фильм про Анду Вентура, она главный редактор ФОГ. Я, кстати, как-то с ней смотрела мастер-класс. У нас очень-очень женщина такая влиятельная, уверенная, такая хваткая, жесткая, сильная, независимая, прям очень меня вдохновила. И она рассказывает про то, как создавался самый толстый журнал «Вог». Это сентябрьский номер 2007 года. Она показывала, как она подбирает статьи, про что будет писать, кого будет ставлять на рекламу, как она организовывала съемки для внутренней страницы журнала, как она организовывала съемку для обложки, как она, кстати, критикует модели, кто ей нравится с модели, кого она не возьмет, как она, там на обложке была с Йеной Миллер того выпуска, и как она критикует ее внешность, ее там качество волос, и это еще раз о том, что модели подаются критике, и нужно быть готовой к критике из таких влиятельных персон, что не нужно воспрямять в штыки, нужно прислушаться, следить более тщательно за волосами, за кожей и так далее. То есть это бизнес, где постоянно нужно себя держать в тонусе. Вот, я надеюсь, что вам было интересно, чтобы все это посмотреть, это будет важное, важное задание, и до встречи в новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok